Книга пророка Михея. Глава первая. Слово Господне, которое было к Михею, Марасфитину во дни Иофама, Ахаза и Изекии царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развален в поле, местом для разведения винограда. Незрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем. И всех идолов ее придам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать. Буду ходить, как ограбленный и обнаженный. Выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезнь на поражение ее дошла до Иуды, достигла даже доворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущие в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Морофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лохиса. Ты начала греха через Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Морешеф-Геф, но селение Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мореша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Глава вторая Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь. Вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить, мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне. Поля наши уже разделены иноплеменниками. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно и отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя, за нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине Исикере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в осоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Глава 3 И сказал я, Слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите добрые и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них, на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его, и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающиеся он кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда? Посему за вас сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развален, и гора дома сего будет лесистым холмом». Глава четвертая И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе об ныне и до века. А ты, башня стада, холм тщери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к тщерям и Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она сквернена и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Встань и молоти черь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли. Глава пятая Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, и фрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли. И будет Он мир, когда Асур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. И будут они пасти землю Асура мечом и землю Немврода в самых воротах ее. И Он-то избавит от Асура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука Твоя над врагами Твоими, и все неприятели Твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней Твоих и среды Твоей, и уничтожу колесницы Твои, истреблю города в земле Твоей, и разрушу все укрепления Твои, и сторгну чародеяния из руки Твоей, и гадающих по облакам не будет у Тебя. Истреблю истуканы Твои, и кумиры из среды Твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук Твоих. Искореню из среды Твоей священные рощи Твои, и разорю города Твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Глава шестая Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос Твой. Слушайте горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я Тебе, и чем отягощал Тебя? Отвечай мне, я вывел Тебя из земли египетской, и искупил Тебя из дома рабства, и послал пред Тобою Моисея, Арона и Мариан. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал Ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать Тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое, и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано Тебе, что добро, и чего требует от Тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно-мудренно ходить пред Богом Твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестие и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу Тебя опустошением за грехи Твои. Ты будешь есть, и не будешь сыт. Пустота будет внутри Тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то придам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия, и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И придам я Тебя опустошению, и жителей Твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава седьмая Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей, и извращают дело. Лучший из них, как терм, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащий на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Да коли Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Осирии, из городов египетских, и от Египта, от реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы, а земля-то будет пустынею, за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на вассане и галааде, как во дни древние. Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные, выползут они из укреплений своих, устрашаться Господа Бога нашего и убояться тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, и не вменяющий преступления остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим одней первых.